Технологию превращения стальных болванок в колеса для железнодорожных локомотивов и вагонов в экибастузе освоили 10 лет назад. Причем работают здесь преимущественно не люди, а роботы. У каждой машины своя функция – формовка, прессовка, шлифовка. Рука человеческая, металла касается лишь в трех точках. В процессе заготовки, после охлаждения и в момент отправки на склад уже готового изделия. Все остальное наблюдение виртуальное в формате 3D. Уникальный завод по производству цельнокатанных колес на неделе посетил глава государства. Это единственное в своем роде отечественное производство обеспечивает не только внутреннюю потребность страны, но еще и отправляет продукцию на экспорт. Кроме колес в экибастузе выпускают еще и стрелочные переводы, оси, железобетонные бруси и шпалы. И вот президент запускает новую промышленную точку индустриальной карты моногорода. Уже пятое по счету предприятие железнодорожного кластера. Хочу отметить, что на всех заводах Railways Systems KZ обеспечивается высокая доля местного содержания. Это примерно 90%. Очень высокий уровень. Мощности производства внушительные. До трех миллионов стальных механических зажимов в год. Самым уважаемым сотрудником на этом производстве, пожалуй, можно считать этот станок. И есть за что. Робот заменяет пять пар рабочих рук. Процесс полностью автоматизирован и выпускает он так называемые клеммы. И чтобы наглядно понимать, о чем идет речь, достаточно посмотреть на эту картину. Именно при помощи клеммы специального механического зажима крепят железнодорожные рельсы к брусам. И это не весь ассортимент продукции нового цеха. В перспективе у нас выпуск шайбы и шурупа. Это все тоже используется для рельсовых скреплений. На молчание местных жителей отвечают данные статистики. За последние 20 лет Экибастуз покинули 40 тысяч человек. Плохие дороги, низкая заработная плата во внепроизводственном секторе и пока что самая острая головная боли Экибастуза – крайне высокая изношенность коммунальных сетей. И это несмотря на то, что здесь добывают половину от общего объема угля в стране и четверть всей вырабатываемой в республике электроэнергии. Потенциал региона огромный, а инвестиций не хватает. Доходная часть составляет порядка 20 миллиардов, но и этого недостаточно для нашего города на сегодняшний день. Поэтому необходимо открывать новое предприятие. Уезжают люди не только из Экибастуза. За последние 10 лет общее население всех моногородов страны сократилось почти в два раза. Этой ситуацией глава государства весьма встревожен. Экибастуз – второй по счету моногород после Жизгазгана, который президент посетил за последние три недели. И вполне логично, что о проблемах подобного рода населенных пунктов в целом. Касамжуар Тукаев говорит не из столицы, а непосредственно там, где необходимо решать проблемы. Созвав, по сути, республиканское совещание в 300 километрах от Нур-Султана. Истощение запасов сырья в городах Жана-Узень, Архалех и ряде других делают их потенциальными очагами социальной напряженности. На фоне активных мер по декарбонизации мировой экономики, экспорт продукции отечественных компаний с высоким углеродным следом находится под угрозой. Это касается системы образующих предприятий моногородов. Внедрение цифровых технологий и автоматизация производственных процессов крупных предприятий – это реальность сегодняшнего дня. Эта реальность повлечет за собой сокращение занятости и доходов жителей моногородов. Учитывая эти факторы, срочно требуется пересмотреть государственную политику в отношении моногородов. То есть общая проблема моногородов, а это судьба почти полутора миллионов граждан, это зависимость от одного-двух градообразующих предприятий, в основном добывающих полезные ископаемые. Риски в этом случае очевидны. Шаткие рыночные цены на сырье и истощение его запасов. И это при ситуации, когда почти половина промышленного производства страны сосредоточена именно в моногородах. Если города вблизи областных центров диверсифицировать, то есть комбинировать экономику удается за счет развития бизнеса, то отдаленным населенным пунктам делать это сложнее. И вот, находясь в одном из таких, правительство говорит о новых подходах к развитию моногородов. Мы разделили их на три группы по своей специфике. Первое – это моногорода вблизи областных центров. Их развитие должно быть направлено на создание диверсифицированной и сервисной экономики за счет повышения транспортной связанности с областным центром. Второе – отдаленные крупные моногорода. В силу размеров данных городов следует проводить гибкую экономическую политику занятости с точки зрения ограниченных возможностей городской экономики и рынка труда. Особенно это касается городов, специализирующихся исключительно на добыче сырья. Третье – отдаленные малые моногорода. Вот эти меры, которые вы предлагаете принять, они временные параметры какие тут? Временные параметры не только до 2025 года, но это на постоянной основе. Как раз таки тем, кто намерен переехать из отдаленных малых и малоперспективных населенных пунктов в более крупные, государство намерено оказывать помощь. Например, льготная ипотека. В приоритете – востребованные специалисты. Мы попросту не имеем права оставлять жителей малоперспективных моногородов на произвол судьбы, но эта проблема достаточно сложная. Граждане, переселяющиеся из таких моногородов, должны получать подъемные пособия, соответствующую помощь с жильем и трудоустройством на новом месте жительства. В инструментарии от Басы Банка следует предусмотреть программу льготной ипотеки для таких граждан с первоначальным взносом 10% и ставкой вознаграждения от 2 до 5%. При этом Акиматам важно следить, чтобы обмен профессионалами между регионами не вызвал ажиотажа на рынке недвижимости и при необходимости организовать курсы по переквалификации. А пока начать с выявления неработающих якорных проектов и недогружать буксующие предприятия ради галочки, поручил Косымжимар Тукаев. В трех моногородах реализация якорных проектов остановлена. В городе Аксая эти проекты недозагружены. Неблагополучная обстановка в этом плане в Кикели, Хромтау, Рудном, Аксая. Почти 75% стабильно работающих якорных проектов были запущены до 2017 года. На сегодня в моногородах заявлено всего 30 проектов, которые пока находятся на стадии планирования, многие из которых тянутся с начала десятилетия. Отсутствуют проекты в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской областях. Всего один проект запланирован в Западно-Казахстанской области. Еще одна беда моногородов дороги, недостроив, как выяснилось, хватает. Особенно сложно тем, кто оторван от областных центров. Я уже дал поручение завершить в 2023 году реконструкцию дороги Нурсултана Алма-Ате, которая значительно повысит потенциал города Балхаш. В 2024 году должно быть завершено строительство автодороги Жесказган-Кзлорда. Это позволит усилить торговую и транспортную связанность городов Жесказган и Садпаев, а также увеличить грузовой транзит. Более подходящего места для разговора о надвигающемся дефиците электроэнергии, чем и кибастусы, не придумать. Именно здесь, в непосредственной близости от каскада ГРЭС, находится крупнейшая в стране майнинговая ферма. Пару лет назад в регионе решили вкладывать энергоизлишки в криптовалюту, однако модная тенденция обернулась для регионов всплеском энергоутечек. Нашли врагов в лице майнеров, которые, дескать, подорвали всю нашу электроэнергетику. Заговорили о том, что на 8-10% увеличилось потребление электроэнергии в стране и так далее. То есть в целом ситуация достаточно критическая. Недавно я принимал министра энергетики, отрицательно оценил работу ведомства и, самое главное, планы ведомства по выходу из данной ситуации. Какие планы? Я услышал от министра энергетики, что, дескать, нужно строить 4-е НПЗ. Ну разве это панацея? Я 10 лет тому назад слышал от тех же самых людей, что 4-е НПЗ не нужно строить. Сколько себя мы помним, столько и дискуссий о 4-м НПЗ ведутся на наших глазах. Но это уже анекдот. Экибастуз является топливно-энергетическим центром всей страны. Поэтому крайне важно завершить модернизацию энергоблоков ГРЭС-1 в 2023 году. Требуется, наконец, закончить строительство третьего блока ГРЭС-2. Затянули работу. Впереди маячит дефицит электроэнергии. Ещё одна приоритетная задача, по мнению Тукаева, геологическое изучение недр вблизи моногородов. Перспективных участков 7. Ридр, Хромтау, Жизгазган, Тимиртау и Балхаш. Неосвоенные месторождения есть и вблизи Жизгазгана и Сатпаева. Это медь. Успел глава государства встретиться и с местной талантливой молодёжью той, что попала в президентский кадровый резерв. Но не уехала в столицу, а осталась трудиться на благо родного края.